Фрэнки Де Йонг думает об уходе из Барселоны. В Манчестер Юнайтед определились с будущим Эрика Тенхага. Апелляция Барселоны по второй желтой Виттера Роке отклонена. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Нападающий Барселоны Роберт Ливандовский ответил на вопрос о своем положении в команде. «Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы», — приводит слова Ливандовского «Спорт ЕС». В нынешнем сезоне поляк принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13-ю голами и 6-ю голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение рассчитано до лета 26-го года. Президент ПСЖ Нассер Альхилейфи заявил, что французский Грант намерен покинуть домашний стадион команды Парк-де-Пренс. «На текущий момент слишком легко сказать, что стадион не продается. Мы знаем, чего хотим. Мы потратили годы, пытаясь купить этот стадион. Теперь все кончено. Мы хотим переехать с Парк-де-Пренс», — приводит слова Альхилейфи журналист Адриен Грайнер у себя в Твиттере. Вскоре появилась следующая новость от RMC Sport. Группа активных болельщиков ПСЖ выразила недовольство в связи с высказыванием президента. По данным источника, это заявление катарского менеджера вызвало большую озабоченность в коллектив «Ультрас Пэрис», которые находятся в постоянном контакте с различными заинтересованными сторонами и внимательно следят за ходом решения этого деликатного вопроса, который они считают приоритетным. Они не намерены допустить, чтобы их клуб покинул свой исторический стадион и переехал в другое место. Ранее ПСЖ претендовал на покупку стадиона национальной команды Франции «Стад де Франс», но в результате не реализовал эту идею. До 1998 года Парк де Пренс являлся основным стадионом для домашних матчей Франции, пока в пригороде Парижа Сен-Дени к чемпионату мира 1998 года не был построен стад де Франс. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тенхак продолжит работу в английской команде. Как сообщает журналист Стив Бейтс, в социальных сетях в клубе не планируют расставаться с голландским специалистом. Отмечается, что вопрос тренерской оставки будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку текущего сезона. Тенхак стал главным тренером МЮ летом 2022, перейдя из Аякса. В общей сложности 53-летний специалист провел 95 матчей во всех турнирах, из которых его команда выиграла 58, в 11 сыграла в ничью и 26 проиграла. На данный момент Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Барселона не исключает, что Жуль Кунде покинет клуб этим летом, сообщает Ферран Мартинес из Мунда Депортива. Француз по-прежнему хочет играть в центре обороны, поэтому может сменить клуб перед следующим сезоном. В настоящее время он выступает на позиции правого защитника. Айниго Мартинес, Пау Кубарси и Андреас Кристенсен выступают в центральной зоне. Клуб считает, что летом к 25-летнему игроку будет большой интерес со стороны клубов английской премьер-лиги. Текущий контракт Кунде истекает только в 27-м году, поэтому Барса может получить за него хорошие деньги. Манчестер Юнайтед готовится предложить новый контракт своему полузащитнику Кобе Майну. Майну только в конце ноября впервые в своей карьере получил место в стартовом составе Юнайтед на матч премьер-лиге. С тех пор 18-летний англичанин, заманить которого под свои знамена мечтает сборная Ганы, является одним из лучших игроков команды Эрика Тенхага. По информации Фабрицио Романа, Юнайтед отводит Майну ключевую роль в своих планах на будущее и хочет наградить Кобе прибавкой к зарплате. Юнайтед уже провел предварительные переговоры и теперь готовится сделать продукту своей Академии предложение о новой сделке. ПСЖ хочет продлить контракт с Кильяном Мбапе. Журналист Лепарижен Франсуа Давид в эфире Эль Черенгита сказал, что Мбапе есть предложение от ПСЖ о продлении контракта на два сезона, в каждом из которых он может заработать более 80 миллионов евро. Мбапе по-прежнему намерен перейти в Реал, но если предложение мадридского клуба не будет выше, чем предложение по Беллингему или Венисиусу, Кильян может остаться в Париже. Апелляцию Барселоны по второй желтой карточке Витера Рокки отклонили. Нападающего Барселоны удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с Соловесом после второй желтой карточки. Главный судья Хуан Мартинес Мануэра посчитал, что Рокки сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Рокки получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей. Барса подала апелляцию на вторую желтую. Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет. Барселона оспорила это решение, но апелляцию каталонцев отклонили. Таким образом, Рокки не сможет принять участие в матче против Гранады в это воскресенье. Синяя карточка в ближайшее время будет введена в профессиональном футболе. Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, об изменении будет объявлено Международным советом футбольных ассоциаций в рамках протоколов Синбин, согласно которым игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат преднамеренный фолл или проявят несогласие с официальным представителем матча. Также сообщается, что игрок должен получить красную карточку, если он получил две синие. Также сообщается, что игрок должен получить красную карточку, если он получил две синие в течение матча или комбинацию с желтой и синей. Соревнования высшего уровня будут исключены из первоначального тестирования в профессиональной игре, если протоколы потребуют дальнейшей доработки, но испытания в элитных командах могут начаться уже летом. Это может произойти в Кубке Англии и Женском Кубке Англии. И Федерация футбола Англии рассмотрит возможность привлечения этих соревнований к тестированию в следующем сезоне. В качестве примера преднамеренного фола приводился случай, когда защитник сборной Италии Джорджо Келлини дернул за футболку игрока сборной Англии Букаё Сака в финале Евро-2020, за что получил лишь желтую карточку. Позже все тот же зателеграф добавил, что о введении синей карточки в футболе решили пока не объявлять. Вчера планировалось официально сообщить о нововведении, но после активной реакции на новость, в том числе и от футбольных боссов, о реформе решили не объявлять. Полузащитник каталонской Барселоны Фрэнки де Йонг разочарован положением дел в клубе и задумывается над тем, чтобы покинуть синегранатовых, сообщает издание Спорт ЕС. По их информации, если хавбек и уйдет из Барселоны, то только в клуб, который играет в Лиге Чемпионов. В нынешнем сезоне Фрэнки провел 22 матча за синегранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с Барсой рассчитан до конца июня 26-го года. Бразильский футбольный клуб Грэмио объявил о переходе Диего Косты. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ожидается, что в ближайшие дни Диего Косты прибудет в Порту-Алегри, чтобы пройти медобследование и подписать контракт до конца 2024-го года. Субтитры создавал DimaTorzok